ну что же вот я провязала 14 рядов и сейчас я начинаю 15 ряд то есть у меня сейчас смотрите уже готово вот этих набранных 6 петель вот они накидики 1 2 3 4 5 6 6 петелек и соответственно счет даже вот у меня здесь есть счет петель у нас получается 1 перышко 13 петель 2 13 значит 3 12 и пошло по уменьшению 11 10 9 8 и 7 петелек вот это последняя которая уходит нас на конус перышко и мы начинаем то есть мы продолжаем вот эти петли мы продолжаем набирать как ни в чем не бывало но при этом во первых я подключаю новый цвет вот она новая у меня ниточка пошла цвет номер два и я сейчас еще дополнительно уже перехожу на вязание доп рядами так что давайте вот посмотрим ну первый вот этот ну то есть вернее это 15 у нас ряд до 15 ряд лицевой ряд сейчас я провяжу просто прибавляя продолжая наш прибавки вот как я их делаю только теперь уже это у нас будет вот сначала 14 петель вот так вот 14 петель до делаем еще прибавку ну и так далее то есть вот этот ряд сейчас лицевой я прохожу переворачиваю соответственно да иду изнаночный ряд и вот здесь в конце изнаночного ряда мы с вами встретимся и я покажу как делать дополнительные ряды если например вы не знаете ну и для всех остальных покажу технологию конкретно в каком месте мы будем делать вот эти обороты ки для того чтобы у нас росло именно вот это крыло по левой части да то есть с левой части нас должно разрастаться это большое большое крыло так что это вот как раз будет важно и так вот я провязала а практически всю длину шали обратно и подхожу к первому как бы к первой линии прибавок то есть если смотреть с лица то это именно первая линия прибавочек я подхожу к ней с изнаночной стороны и вот здесь как раз я и буду разворачиваться смотрите я прохожу вот это второе перо то есть для легкости ориентации да справа так если смотреть по лицу да справа налево я буду как бы нумеровать перья именно как первое второе третье четвертая пятая шестой седьмой и восьмой то есть у нас будет 8 перышек и будет тогда легко ориентироваться на каком перышки мы делаем развороты то есть сейчас мы будем ну как бы как бы по определенной схеме начинать разворачиваться и вот сейчас я буду делать разворот у самого самой первой линии набора ну то есть можно сказать что у первого перышко и так я провязываю второе перо полностью и вот последнее смотрите последняя петля второго перышко то есть я оборачиваюсь не вокруг накида это будет не очень хорошо это будет заметно да то есть вот здесь вот у нас накид я оборачиваюсь вокруг первой петли 2 пера вот эту петлю я не провязываю а я просто его так вот переснимаю а нитку прокладываю перед этой петлей вот так нитку завожу на ну как бы за вязание завожу до петельку возвращаю на спицы переворачиваю вязание вот это есть укороченный ряд то есть я не довязываю его вот сюда до конца почему он и называется укороченных и вот с этого места до убираю ниточку опять за вязание то есть данная петля у нас просто висит на правой спице и начинаю вязать все вот у меня пошел первый короткий ряд вот так и этот короткий ряд я вижу точно так же ну то есть с накидами не забываю делать эти накиды постоянно вот продолжать соответственно вот эти вот линии линии прибавок и иду собственно до конца до конца пера иду и обратно и здесь мы снова с вами встретимся и так вот я довязала вот здесь этот ряд до конца развернулась но естественно да на изнаночку прошла всю изнаночку и вот я подхожу сейчас к следующему месту второго разворота то есть снова укороченный ряд у нас уже идет но второй ряд смотрите я буду делать разворот то есть если мы первый разворотик сделали на втором перышки да то есть первое перышко мы пропустили на втором первая петля 2 перышко это была как раз наша петля разворота сейчас я буду разворачиваться на первой петле уже третьего перышко вот третье перо я его довязываю вот так вот вот она последняя петля именно пера то есть не накид только что сделанный а последняя петля перед ней прокладываю нитку перед ней завожу назад петлю возвращаю то есть я не буду вязать оборачиваюсь то есть перехожу на лицевую сторону вязания нитку рабочую завожу назад и продолжаю вязать все у меня идет следующий лицевой ряд то есть получается да у нас частичное вязание вот эту часть я не вижу а вот эту я вижу это и есть либо она называется либо частичное вязание либо вязание укороченными рядами оба названия правильные все вижу соответственно весь лицевой не забываю продолжать прибавки то есть эти прибавки я продолжаю то есть у меня смотрите да уже я думаю приблизительно понятно эта часть перестала расти правая а левая часть продолжает наращиваться в этом у нас и смысл собственно нашего частичного вязания мы наращиваем именно крыло так и я думаю уже не сложно догадаться до что я провязала соответственно лицевой ряд до конца обернулась на изнаночку и вот я и иду изнаночку да иду изнаночку вижу и смотрите у меня уже первое перо ну вообще она у нас не задействована сейчас в работе вторым цветом до второе перо все но у нас уже прошло задействовано третье перу она у нас уже задействовано потому что мы здесь уже оборачивались соответственно мы берем в работу четвертое перо четвертое перо проходим опять же до последней петли и все тоже самое алгоритм работы точно такой же последняя петля четвертого пера вокруг нее я оборачиваюсь переворачиваюсь на лицо и начинаю вязать лицо все то есть вот это схема у нас сохраняется смотрите до тех пор пока я не пройду все перья то есть сейчас я вижу лицевой ряд оборачиваюсь прохожу изнаночку но уже подключаю к работе 5 перо и так дальше до 6 7 и 8 то есть пока я не пройду все перья и вот здесь вот на самые последние вот этой петельки да не обернусь вот здесь мы с вами встретимся уже на кончике и я покажу как собрать соответственно обратно все вот эти вот оборотики там уже у нас будет сборочка а пока вот вы видите да а вот она перо уже растет вот вторым цветом какое красивое интересное сочетание цветов правда вяжем и так вот полностью да у меня задействованы все вот эти вот перышки то есть я сделала обороты вот последний после вернее на а 1 петли последнего вот этого маленького клинышка и смотрите сейчас я буду собирать все навешанные вот эти вот петельки я буду собирать включать в работу и это делается на изнаночном ряду то есть у меня сейчас вот пошел изнаночный ряд и смотрите что сейчас будем делать вот моя петля не очень конечно хорошо видно просто снимаю на телефон я в отпуске поэтому снимаю на телефон не могу поднести его ближе просто он не сможет показать но вот навешанная петелька то есть вот основная петля вязания да и вот как бы такая петелька навешанная на эту петлю смотрите что я делаю я возвращаю ну или не поднимаю вот эту навешанную петлю как бы оборот да на спицу то есть вот эти две петли у меня становится как бы вместе до 2 петли вместе единственное что до 2 петли вместе и я теперь смотрите провяжу их вместе вот так вот 2 изнаночные петли вернее 2 петли изнаночной вот и здесь у меня просто получится такой вот навесик нормально особенно на пёстр пряжи этого совершенно не будет заметно если пряжа ну такая одна однотонная да то тут можно будет немножко подумать может быть как-то обыграть навесики чуть-чуть по-другому посмотрим но как факт остается фактом что я иду к следующему навесу да то есть я вижу следующее седьмое перо то есть это было восьмое я прохожу седьмое перо так вот вот и подхожу вот к этой последней петли с навесом навес поднимаю возвращаю вот так вот получается у меня вот две петли вместе и я их провязываю вместе не упустите провязать 2 что если упустишь что как бы не очень хорошо 2 вместе и вот так собственно я собираю все навесы до конца и провязываю где смотрите мы встретимся в конце и обсудим дальнейшие перспективы этой шарли и вот смотрите что получается то есть я собрала уже все вот эти вот обороте кида все укороченные ряды и вот у нас уже с вами закручивается наших галактик наша галактика у нас начинает закручиваться то есть вот большая длина большая ширина вот этого растущего пера да то есть перо уже пошло на рост а боковая стенка правая у нас соответственно остается короткой и вот этой вот второй вторым цветом нити я до конца еще пока не дошла и вот здесь как раз начинается самая интересная магия самая интересная часть что вот такими укороченными рядами можно вязать абсолютно творчески так то есть то как сейчас буду вязать я не обязательно что вам нужно взять именно так вы можете сделать как-то там по-другому как вам нравится да самое главное да что здесь следует нотка на мои на мой взгляд соблюдать видите у меня вот этот клубочек здесь нитка не оборвана до она продолжает висеть я сейчас довяжу довяжу до конца вот этот второй цвет и я тоже не буду его обрывать я думаю что я сейчас подключу третий цвет подключу третий цвет и провяжу немножечко им вот так вот и в какой-то момент в какой-то момент я сменю вот она ведь и закручивается вот она пошла пошла развиваться наша галактика закручивается какая красота я сейчас буду подключать третий цвет но я не буду провязывать от самой первой от самого первого нашего а перышко а я где-то ее вот здесь вот на кончике потому что я подкушу яркий цвет и я видимо сделаю только на кончике вот такой вот у меня будет ну как бы красивая полоска в общем это такое очень творческое дело и ну естественно следите за развитием событий буду все показывать но принцип вот он принцип перед вами